Всем самое-самое доброе утро! Мы начинаем с вами новый влог. Села пить чай, подумала, что с вами немного поболтаю. Может быть, переставить все-таки камеру? Слишком ярко, да? Кажется, так гораздо лучше. Надеюсь, вам меня видно, потому что я вообще не вижу, что происходит на этом маленьком экранчике. У меня сегодня большой домашний день. Перед днем рождения мне всегда хочется перемен и хочется, знаете, какой-то свободы. Иначе говоря, я понимаю, что для нового нужно высвободиться от старого, освободить полки для того, чтобы впустить что-то в свою жизнь. И у меня сегодня глобальное-глобальное расхламление, которое во влоге будет касаться непосредственно гардероба, но в жизни моей, в жизни моего дома, вернее, это будет касаться в том числе и всяких бумаг, документов, полок. В общем, все, что я смогу, я сегодня освобожу, я для этого выделила целый отдельный день. Я точечно ходила в течение недели, что-то разбирала, что-то куда-то девала, отдавала маме. А тут я подумала, чего я тут каждый день по одной, по две вещички, если я могу просто все взять, глобально разобрать, еще и вас, возможно, вдохновить этим видео. Что касается ресниц, кстати, хотела вам рассказать, сделала я все-таки это наращивание, 13-го числа я их снимаю. Немного не моя история, все-таки мне очень сложно с ними, не в контексте того, что они некомфортные, они очень податливые, мягонькие, комфортные. Огромный плюс наращенных ресниц в том, что вот уже несколько дней я не тяну, не чешу глаза, аккуратно умываюсь. И знаете что, у меня вот в этой зоне стало меньше заломчиков, у меня в целом зона вокруг глаз такая свеженькая. Оказалось, что просто нужно было что-то, что выработает мою дисциплину отношения кожи вокруг глаз, потому что я сама вас учу. Девочки, не тяните, пожалуйста, кожу. Девочки, пожалуйста, будьте осторожнее. Девочки, пожалуйста, не надо жестко умываться, но я делаю то же самое сама. Я, знаете, вот в теории мы все косметологи. На практике, что касается своего лица, мы его не бережем. И у меня вот была вот эта вот привычка растягивать. Сейчас я такая, ничего не трогаем, бережем, умываюсь аккуратно, все предельно осторожненько. Скажите, пожалуйста, у всех так? Мы все вот эту зону не бережем, мы просто кремчиком намазались и все. И у меня действительно зона вокруг глаз стала гораздо свежее. Вот это огромный плюс. Ничего не отпечатывается, не нужно заморачиваться с тем, что ты там красишь ресницы, вдруг что-то где-то поехало в течение дня, в жаркую погоду и так далее. Но при этом я понимаю, что мне очень-очень много, учитывая мою естественную густоту ресниц. Это прям too much. Лично для меня. Хотя выглядит это действительно естественно. Как будто бы я просто много накрасила их тушью. Условно. Я покажусь вам еще сегодня без макияжа, чтобы вы понимали, как это все на мне смотрится, потому что мне сейчас слегка, но все-таки нанесенные стрелки, я делаю их тенями. Поэтому, да. Сейчас у нас с вами будет разбор косметических новинок моего ухода. У меня многое позаканчивалось. Плюс у меня был вчера разбор банок в ванной. Я кучу всего выбросила и заказала себе. Знаете, вот расхламление, захламление. Если вы думаете, что здесь не будет новой одежды, она будет. Ну и от старой мы тоже с вами избавимся. Ничего не поделаешь. Так вот я решила сегодня все придумать. Поэтому, да, сейчас я переодеваюсь. Мы переходим с вами, скорее всего, на кухню, потому что здесь слишком, слишком жарко. Сегодня не кофе. Я наладила сон. Меня Наташа подсадила еще в Ереване на мелатонин. И я теперь хорошо сплю. И с утра мне как будто бы даже кофе не нужен. Такое солнце. Невероятно. Давайте по косметическим новинкам. Что-то я заказывала на Ла Мода в разделе Бьюти. Что-то я заказывала на сайте Золотого Яблока. В общем, во всем по порядку. Много, кстати, будет тоников, потому что у меня все позаканчивалось. Самое первое – это тоник из серии Майкл Ранс. Я так поняла, что это линейка для более молодой кожи. По крайней мере, все составы там направлены на, скажем так, борьбу с такими более юными проблемами. И вот эта серия Майкл Ранс, она не нацелена на какую-то, прям, вот знаете, работу над кожей, такую тотальную. Это, скорее, для достаточно хорошей кожи, которая просто имеет какие-то маленькие недостатки и которой нужно немного помочь. Вот в том числе этот тоник направлен на то, чтобы матировать кожу, контролировать выработку себума. И он действительно с этим справляется, плюс он дает ощущение такой свежести. Очень классный тоник. Уже вот дней 5 точно я его тестирую и утром, и вечером. Такая банка у него аккуратная. В общем, да. Вся вот эта серия Майкл Ранс, она очень интересная. Ее можно пробовать. И что-то еще я пробовала, кстати, из этой серии. И, по-моему, крем для век или что-то вроде того. В общем, пока не разочаровалась. Классная линейка. Из классической линейки Клоранс я взяла тоник, повторила. Тоже он рассчитан для проблемной комбинированной жирной кожи. Он очень хорошо очищает дополнительно. Дает такой тоже эффект мотирования. Я его еще даже не успела открыть. Пока вот этот вот тестирую. Скоро и этот открою. Я люблю комбинировать разные тоники, пробовать совершенно разное. Ну, раз уж мы начали с тоников, давайте про тоники все сразу же скажу. Заказала свой любимый тоник от бренда Dr. Curricle. Он с пробиотиками. У меня есть крем из этой же серии, но я не взяла себе умывалку из этой серии. Потому что вы мне написали, что она, прям скажем, не очень. Поэтому я решила, что тоника и крема мне будет достаточно. Давно уже себя зарекомендовал. По-моему, банки 4 или 5 я таких израсходовала. Очень хорошо выравнивает. И вот эта вся серия с пробиотиками действительно заставляет меня забыть о тональной основе. Потому что кожа с ней просто безупречная. Маска, которую я когда-то давным-давно любила, тестировала. Это было еще до ведения мною, до начала ведения мною YouTube канала. Кстати, скоро 4 года, как я его веду. И вот эта маска когда-то помогла мне побороть мои прыщички, акне. Вообще вся эта серия Foclar от La Roche-Posay. Очень мне нравятся. И они есть на La Moda, они есть на Золотом Яблоке. И я решила заказать повторить. Потому что моих любимых Glam Glow нет, к сожалению. Приходится как-то с этим справляться. Поэтому я вот решила взять себе такую. Она с салициловой кислотой, насколько я помню. И она очень хорошо матирует. И воспаление, которое есть у вас. У меня тут недавно целый кошмар был. Подбородок обсыпала. Воспаление она очень хорошо подсушивает. Поэтому особенно для подростковой кожи, например, могу советовать. Моментики, которые я заказала уже не себе, а Нютке, чтобы она попробовала моей рыженькой. Это крем для лица восстанавливающий. Я очень много положительных отзывов на него слышала. И мне безумно хочется, чтобы она его протестировала. Увлажняющая питательная история с обалденным ароматом. Вот она попробует, и я вам расскажу. И я заказала ей такое масло для губ от Clorans. Вы знаете, как я его обожаю. И это третий оттенок Cherry. Учитывая ее любовь к красному цвету, красным помадам, мне кажется, что ей такое точно должно зайти. Тем более, такие оттенки у бальзамов, у масел очень классно подходят как раз-таки рыженьким девочкам. В общем, да. Решила ее немножечко порадовать. Новый гель для век от Erborian. Мой предыдущий у меня закончился, потому что я пользуюсь не один и не два раза в день, а много-много-много больше. Так как интересно, он Тупаковый. У него очень хорошие отзывы были на сайте Золотого Яблока. Пишут, что он очень классно подтягивает, увлажняет, убирает темные круги под глазами. Как раз-таки та самая история, которая мне нужна, когда у меня что-то режим совсем с ума сошел. Я очень плохо сплю. Поэтому будем пробовать. Надеюсь, что мне зайдет. Обычно все, что предлагает Erborian, мне очень классно подходит. Поэтому надеюсь. И то, что я купила по совету консультанта в Золотом Яблоке. Сыворотка от RNW. Это корейский бренд с маслом чайного дерева, которое направлено на борьбу с акне. Я навела панику и поняла, что нужно все-таки какие-то компоненты, которые направлены на борьбу с акне, с прыщиками, с комедонами и так далее, все-таки использовать. Потому что, когда у тебя какое-то время хорошая кожа, ты как будто бы забываешь о проблемах. И тут ты понимаешь, что нет. Кажется, снова пора все это подключить. Поэтому, да. Теперь вновь средства для борьбы с высыпаниями будут в моем арсенале. Наконец-то я сегодня некоторые коробки выброшу. Тем более, что у меня все-таки расхламление, как-никак, и не только захламление. Ну и как домашний маньяк мог не закинуть в корзину что-нибудь для дома? Мне очень нравится вот этот вот бренд. У них очень классные изделия из дерева. И у них есть вот такие вот подносы, причем маленькие и крупные. Вот это, скорее всего, я буду использовать под украшения, наверное, в спальне. Но у них есть такие еще крупные, которые я хочу поставить на кухне. И есть большие такие боксы для салфеток. Тоже очень классные. Очень мне нравятся. Так что, да, буду смотреть, как по качеству. Вообще, это дерево и керамогранит. Там есть еще с какими-то другими внутренностями, с камнями, сониксом и так далее. Мне кажется, интересная такая история. Такие долгожелучие они обычно. Очень красиво смотрятся. Вообще-то, изначально, поднос под косметику считается. В общем, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА